ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Простить себя поздно со всеми. У меня вторая неделя, еще вот это вот мурашами наполнено. Я буквально падаю и сплю. Не знаю еще. Володя говорит, такое желание. Сейчас 4 минуты осталось, я нахладился 4 минуты употеть. Только молюсь, чтобы батюшка не умер раньше меня. У меня это уже молитва на первое место вышла. Я вот и незаметно. Батюшки не любят, креста тряхнет. Но программы есть. Приготовились, сходили в храм московской патриархии, пришестились, надумались. Общими сохранились. Общими любви из вас не будет. Вы как воробьи разрядитесь по помогу. О! А вносить это плохо. Материал помещения со старых человек в языках когда ехали. Виктор Андрей еще заботился. Там материальная контура, заверено, все. Ничего не отнимать, если их товария такая была. Если боли заболеют, переливание крови категорически отказываюсь не делать. Хоронить меня в сапогах, не в этих хороших. А там у меня лежат специальные похоронные, стоптанные на благовестии сапоги. Евангелие одно. Новый Завет. Большой маленький раз. Заломинируйте, в несколько целопанов мешочков положите мне на грудь. Это не запрещается. И потом смотреть на кресте, надпись сделать. Кто желает, возьмите Евангелие, Новый Завет. И все время наблюдать, как сниму только одну. Конечно, она не намокала. Следующее повесить. Я оставляю завещание там больше сотни. Видите, я остаюсь в детях, в книгах. И в то, к чему я стремился. Ходишь, ты сейчас рассчитал, кто угодит? Звотауса искать не земного, а небесного. А мне как-то уже все это даже далеко-далеко. У меня молитва на первом месте. Почти добрых жителей, знающих Тебя. Семья нет, а сохрани это, Господи Семья. Какое-то земное ищи. Жители не ищи. Второе. Расшири пределы наших общих. Найди новой души. Новая душа непрерывно приходит, но это все где-то далеко. Вот сегодня встал. Благодарение получили книги, новую завету. Просят где-то. Далее. Дай нам еще священника, третьего моей турнии, и место для занятий, как в университете было. Дальше. Господи. Дай добрых детей в лагерь. Пятая просьба. Шестая просьба. Я постоянно ее говорю. Кто поедет на эту поездку? По смыслу должен Виктор поехать. Дальнокойщик нашелся. Александр Бордясов. С Сергеем уже договорились вроде бы. Тоже что-то не очень. Ну, с собакой что-то. А дальше всю дорогу все знает только Виктор. У нас выбора нет. Он или я. Мне в интернете буквально кричат. Не ездите. Вы не вернетесь. Вы не вернетесь. Ну и правда. Я с трудом стою утром. У меня позвоночник. Операция сделала. Он меня раздвигается. И там видимо зажимает. И я дергаюсь, дергаюсь, пока встану. Это вот я вам сказал. Если вам это дорого, о чем я молился. Вы это себе возьмите. Чтобы эта молитва, когда мне не будет, продолжалась. Просите у Бога. Дело не в том, грамотный ты или неграмотный. Это фактически сегодня не на первом месте. Главное, о чем мы говорим. О чем я сегодня говорил при выходе из Сергея. Это не воровство. Не то, что мы плохие люди. То, что все падает позором на Христа. На Христа. Не делайте гадости, что за собой не зародится. Среди вас ходит Господь. Причина-то какая. С женой быть в мире, там, по-хорошему. Почему? Чтобы не было препятствий в молитвах. Опять же, к Богу доступ был. Иначе молитвы-то, товарищи-то, нет ли ее? Все везде. Бог не наказывает на воровство. Передумывая, что Бог похожий, как мы. Даже не подумал, что я такой же, как ты. Опять же, мы на Бога, как бы, образно сказать, пятно ложим. Вот в этом есть смысл. Заботиться о Небесном как бы Богу. Это, грубо говоря, не принести ущерба своим поведением, своей жизни. Вопрос сразу или потом ответить? Сразу. Виктор, потом надо или сразу? Ну, давайте сразу. Давай. Сразу? Сразу. Откуда берется страх Божий? Ну, раз он Божий, так от Бога и берется. Где его взять? Само название говорит, что страх Божий в человечестве берется от человека. Мы вчера засчитали из аргументов и фактов. Такая газета есть. Как стать мужественным? Есть такая ямландская у них, как бы, борьба, игра. Становится, допустим, 15 человек. Друг против друга здоровые мужчины. И каждый говорит, я тебе удар, потом он мне удар. Мы видели очарованные страхи, как они пороли друг друга, пока тот и пал замеркнул. И ты так привыкнешь к этому? Не бойтесь. Называется стресс, изгоняется стрессом. Ой, ребенка тронули. Ой, разбудили. Это все только ему будет ложиться. Ты наоборот делай, как святые делали. Они закалялись. Они шли в пустыню. Раздетые были. На башне стояли. На столпах. Их заносило. А они леденели были. И у нас было оттаивать, как Данил столбник. А мы все вот здесь и все щахнем, и щахнем. Какой следовался тебя? Не следы оставил, а наследил. Одна пакость остается. И сегодня аргументные факты целую статью дают международной организации, как закалить человека? Нравственно. Я вспоминаю, что у Петра Первого обнаружили, что существует глупый переворот, который хочет Петра Первого сместить. Он это узнал. Арестовали там майор у них. Ну что, пытать, сжечь, резать. Ну и там пыточные камеры у него. Наконец приходят и говорят, царь, что-то необычное. Третий день пытаем, ничего не может. Он смеется, говорит, плюет на нас. Как это так? Вы все применили? Да, и под ногти, и в каленые. Эти иголки загоняем, ему, говорит. И он даже не реагирует никак. Царь пришел, сел, посмотрел. А кто ты такой? Враг ваш. Мы все равно вас убьем. Он говорит, мне такие вы не нужны. Переходи на службу. Ты какое звание у меня имеешь? Майор, даю полковника. Понятно? Враг такой нужен ему. И он перешел во сторону царя. Ну а теперь, враги царя, берегитесь. К вам пришел тот, который не боится боли. Вы его нигде не сможете испугать. Удей, которые спецназ готовят, их бьют. Китайской армии показывает. Солдат, а другой берет доску. Доской бьет доска в гребезге. Кирпичом, по любому месту. Совершенно голову взрываются в снег и лежат. С Китаем воевать никому не придется. Вот, а мы боимся в словах это сказали. Не так сказали? Еще четко да и нет. Нам не надо оправдываться. Не надо. Меня назвали блуди. Нет. Или да. А основное, это суд Божий. И что доказывается тебе? Я на златоуста обменяли в этом. Но он говорит, я могу какое доказательство дать? Разденьте меня и посмотрите, способен я или нет. Больше ничего не надо. Богатство какое я награбил. Но обучите все им. Весь сказ. Нам научиться нужно лаконично, четко, терпеливо. Думая, как обратить врага. Страх Божий отсюда берется. Если страх Божий есть, тебе больше практически ничего не надо. Ты Бога боишься? У тебя будет всегда молитва. Ты Бога не оставишь без словословия твоего. Ты все будешь изучать вокруг страх Божий, Господи. Как же я мог прожить жизнь в такой темноте? Я не узнал, что эта трапива нужна, кроме одного, что ребятишек отобрать. А ведь из нее что можно было сделать? Какие лекарства? Прости меня, Господи. Она для смертывания крови хорошая. В ней витамин Е есть, который помогает скотине плодоносить, чтобы аборта не было. А вы не знаете, что много поросят было терято. Чтобы женщины и дети родились какие здоровые. Крапива все, сок из нее был. Прости, Господи. Мы не определили, что такое вода, которая несет в себе информацию. А то сегодня если это в ужас приходит, на адвокою ругались или убили там, через полстолетия на ней находят в ней что-то, что говорит о том, что там происходило. Страх Божий не позволит тебе дурно смотреть, дурно говорить, дурно подыгрывать. Почему? Суд Божий. Раньше говорили так. Человек не так делает что-то. Ох, Иван, Иван. Все мы на суд предстанем. Это у Льва Толстого рассказ с тобой, когда соседи поспорили. И ни за чего. Одна вышла, а ты не видела, моя хурица у тебя снеслась? Я слышал, она кудахнула. А мы чужие яйца не собираем, у нас своих хуриц хватает. Ладно, моя решетота в рамку усеет, а продрала я этого слова заслова. Начали плеваться. У меня лежались дети. Мужики до драки довели, наконец один другого поджигали. А царик лежит на печи. Ваня. Да помирись ты с ним опять ты. Помирать будет. Больше ничего людей не знали, страх Божий. На базаре продает гнилое. А тебе христа нету. Что ж ты гнилое-то продаешь-то? Мужик один, свинья сдохла. Ну не сам не сдохла, не болела, ничего, сдохла. Ну никто не знает. Ветеринарии не было. Он и на базаре продал. Продал маленько, побыл в город и возвращается. И там далековато. Я говорю, ночует его одних. Те его хорошо угостили. И говорят, мясо как продавали. Купили. А купили ты его свинью. А свинья-то действительно заболела какая-то там, чума напала на них-то. Мужику-то когда сказали, он понял, что это свинья его. Он как вышел, он стал рвать и умер. Его вывернула у него вся внутренность. Другим-то продавал и ел. И все ели там, пережаренные, никаких микробов не было. Но когда он узнал, что это его, ему вернулось вот туда вот, Ашабаш. И он же в комнату не зашел. Вышел, у него и лежит. У него вся внутренность вышла оттуда. Страх Божий. Ты потерпишь ущерб, но никогда не пойдешь на туда. Она только сдохла, во дворе никто не знает. Давай, Игорь, продавай ее. Никогда. Никогда. Вот это страх Божий надо Бога выбросить. Наша мать, Мария Егоровна, она Евангелие не читала раньше, не знала. Псалтыр какая-то была. Бифли не знала. Она назвала страх Божий. Пионеры не ступайте. Будете гореть в огне. Галстук будешь носить, там в огне по тресе змеи тебя кусать будут. А там в площадке будешь плясать. Там будешь на огненных гвоздях плясать. Ну нет. Твоя же мама точно так же учила вас. И благодаря страху Божию вот она здесь сидит. Говорили, да зачем тебе дочка замуж на выходить. Да уже все к концу пришло. Да уже мир кончается. Ну так. Вот так. И наша мама это все слышала от своей мамы. Они имели страх Божий. Страх Божий приучал не общаться с миром. Сынок, в школе не пей. Я в школе учился 10 лет. И ни разу в школе не отмылся. Я этого не помню. Вот я огородчик у нас. А дом где Павловно. На Большой Перемене я бежал до дома. Пил. Опять летел туда. Пока добежишь, потел и все уже. Воды то нет. Но страх Божий мы отдала. Страх Божий. Отец у нас был простой человек. Он говорил, хочешь, смог пить? Пей. Курить хочешь? Кури. Но не воруй. Я их как-то не играю. Узнаю, башкот шибу. И мы знали, это не угроза. Он был отец у нас очень крутой в этом деле. Вот что значит страх Божий. По страху Божию, жена не покинет мужа. Она будет терпеть, насколько это все выносимо. Дети не будут огорчать родителей. Все в бестном молитве не будет так. В субботу не пойду в церковь, а в крестель, лапушь или как-то. Это страх Божий будет побуждать. Страх Божий выпрашивается у Бога. Я каждый день благодарю в молитве такими словами. Господи Божий мой. Благодарю тебя за веру, который дал мне этот дар неба и страх пред тобой и ожидание суда Божия. Если ты знаешь, что суд Божий будет, тебе грех слабкий не будет. Потому что за все отвечать. Вот это молитва. Вторая рядом молитва моя. Господи, благодарю за тот день, когда дал мне в руки Святую Библию. И указал на толкование Святых Отцов Собора. Какой же я счастливый. Сколько людей, которые... Библию имеют и не знают, как их растолковать. Я тут секты в разные ельцы. Сколько умных людей, которые не имеют веру в Бога, а если не имеют страха Божьего, не имеют. Игнатий Причининов говорит. Это Пимель Великий об этом говорит. Если нет страха Божьего, а ты на мой верующий, начни сначала. У тебя еще ничего настоящего нет. Выброси у Бога и поблагодри Бога за людей, которые помогли тебе духовно возрастать. Давали тебе страх Божий. Упрекали тебя, еще что-то делали. Вот откуда страх Божий. В молитве выпрашивается у Бога. Второе. Каждый болезнь, даже простая простуда, это наказание за грехи. Мы не знаем. Ученики ошиблись на сто процентов. Он или родители согрешили? Не он, и не родители. Это очень хорошо описано. Полное собрание произведений от самой оровой педагогики Яна Амоса Каменского. И он говорит, у них мучение начинается здесь, как у Иуды, и дальше в ад пошел. У других мучение здесь. До того, он болел 38 лет, чтобы прославить Бога, быть в родине. То есть вариаций очень много. А сказать, подожди, это тебе спиточки, еще кто ли тебя ждет-то? Этого мы не знаем. Но знаем, что это сигналы. Это сигналы, трубы смерти. Это всегда так было. Болезнь, человек смиряется. Потеря какая-то, не дай бог несчастья. Там ребенок где-то заболел или, страшно сказать, погиб где-то в Чечне. Тогда люди сверху влезут. Играми не могут знать, уже можно узнать, когда вы в институте сессии. Прям полно студентов. И всех защищает какая-то Татьяна. Какая Татьяна? А тут Татьяна Шувалов придумала. Еще один день, даже говорить страшно такое. Поэтому болезнь, мы ведь сами себе должны сказать, хорошо, что ты меня обращуешь к болезням. Написано страдающей плотью, перестаем грешить. Отсюда намек, что все-таки грех был. Вот многие сейчас женщины, все это ноги, у них пальцы там отключены. Ходила она там в площадку? Ходила, замок не больше. Чтоб не слышал. Плесала, плесала. И что ты хочешь еще? Мужчина, ха-ха. Болят, когда курил, курил, замри. И вот начинают, когда там болеть все женское там. А болит, у тебя ходила ты в холгот как-то или в щелках-то, в мороз сибирский ходила? Ну и что? Вот теперь и все. Надо думать. Маленечко хотя бы думать, а потом побольше думать. Даже простуды или что-то. Бывают по негрежности. За это придется отвечать. Мы являемся храмом Божьим. И храм Божий надо беречь. Потому что вне храма Божьего душа не может жить. Когда тела нету, то душа идет к Богу. У Виктории Любой это описано так. Что такое казнь? Казнь это последняя мера, где люди расписались в бессилии. Мы его исправить не можем. Мы его посылаем к тебе, но с телом ты ему послать не можешь. Поэтому голову отрубаем, теперь душа пошла. Понятно? Это Каваку. Пришел один какой-то там протодиакон или кто? И да. Царствие Божие хочу. Подавай, Царствие Божие, протопок. А протопок, он все знал. Хватай его. Привязывай его. Привязали. Он берет топор другому. Говорит, считай, отходую. Ну как Богу-то тебя, Царствие Божие, не могу тебе тело. Надо сначала его разбить-то. Он понял, сначала выбороть его надо. Ну и вредно ли ему, как следует. Так он понял, шутки-то кончились. Так ножи-то, Царствие Божие, нет. Когда он его отвязал, отпустил, вот как стиганом, да через заграду, там через плетя, он плечит. Скупейку-то забыл, да пропади на скупейку. Теперь, вот то, что нам Господь дает, мы лично сами должны прилагать к этому усилию, чтобы понять. Это Бог меня любит. Болезнь – это не только кара, это любовь. Вот теперь ты болеешь? Болеешь. Не пьешь, не пьешь, не хуришь, не хуришь. Да слава тебе Господу! И которые люди нормальные, проще не просить им здоровья, а просить им покаяния. Таков ответ. Отошел. Вопросов больше нет, спрашивают? Да, если есть, напишите на той стороне, я отвечу. Я уже несколько раз прощаюсь, и Бог меня все оставляет в живых. Потому что тысячи и тысячи людей молятся о разных верах, чтобы остался еще. Зачем остался? Сам не знаю. Отдельно попали здесь. А где они у вас? Не пришла? За девочек в школах. Они сейчас у нас. Отношения далеко не те, что были раньше. То есть, в прошлый год они вместе. Я сейчас пошел, обращаются, спрашивают, у нас сидят там кино смотрят. Снайпер. Снайпер такой фильм есть. Белорусский. Хороший. Снайпер немецкий, русский. Он не верующий, но очень сильно задуматься о жизни дает. Вот. Помолиться о них. Бог силен наставить их. Чтобы вера православная вернулась к ним. Не просто вера, а вера святая православная. Вот чего не хватает. Я не знаю, сколько их там у нас. Я гляжусь, это там несколько штук было. Все на лицо. У них всего пятеро. У меня не надо на лицо. У меня на 4 штук не говорится. Все абсолютно разные. Филипп Филиппович. На лицо они не одна. Друг на друга. Ну все, давай. Это наше воспринимание. Пишите вопрос. Я не стараюсь. Так, мы продолжаем наше занятие. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. Мы остановились. И читали святитель Иоанна Златоуста. Из творений Иоанна Златоуста. Я продолжу. Страница 22. 1 глава. Полкование. Сверху. Итак, скажи мне. Почему могу узнать, что ты верный христианин? Когда все исчисленное мною и другое многое уверяет в противном. И что говорю верный христианин? И даже и того, человек ли ты, не могу узнать подлинно. Ибо стучишь ты на бою, как осел. Скачешь, как волк. Ржешь на женщин, как конь. Обвидаешься, как медведь. Насыщаешь тело, как лошак. Злопамятен, как верблюд. Хищен, как волк. Сердит, как змея. Язвителен, как скорпион. Пронырлив, как льсица. Хранишь в себе яд злобы, как астропи и химна. Враждуешь на братьев, как демо лукавый. Как я могу счесть тебя за человека, не видя в тебе свойства естества человеческого? Ища образа верного христианина, не могу найти разности даже между человеком и зверем. Чем же назову тебя зверем? Но у каждого зверя один какой-нибудь из сих пороков. А ты, совокупив в себе все означенные пороки, далеко превосходишь их своим неразумием. Назову ли тебя демоном, но демон не служит неиспорству чрева и не жаждет денег. А когда в тебе больше пороков, нежели в зверях и демонах, то скажи мне, как могу назвать тебя человеком? Если же нельзя назвать тебя человеком, то как назову тебя верным? А что всего хуже, находясь в столь худом состоянии, мы и не думаем о безобразии своей души, не имеем и понятия о ее гнусности. Но я напомню, что святитель говорит, обличает тех, которые после крещения живут так вот по-безбожному, проявляют себя. И вот сравнивают их с зверями. То есть это видно в поведении, в походке, в нравах. То есть к чему еще люди стремились. Он обличал тех, которые ходили на зрелища. Какие-то это зрелища были, ипподромы, театры и так далее. Пожалуйста. Вот я на Златоустову обликали. Он не проповедует, только ругает и ругает. Я слышал неоднократно свой адрес это. Он ругает. Понимаете? Он все время бродится, Златоуст. Это мы Златоусты, Иоанн, иконы его. При жизни-то плевали и ноги вытирали по нему. И вот он говорит. Для человека со зверей нельзя со мной. Да какой же ты человек? Патриарх Кирилл сказал, когда Кирилл и Мефодий говорил. Ну кто бы такие были русичи, которые до крещения-то. Это они люди второго сорта. Они нечем не отличались от зверей. Как поднялись в интернете на него. Да это гудья. Это он позорит русского человека. Ну а кем они были? Вот посчитай. Так это люди что-то знали. Это Греки. Самая просвещенная нация. Патриарх Кирилл сказал абсолютно правильно. И скажи это уже три года прошло и все его клеймят и клеймят. Да что звери-то хуже демона. Но демоны это бесы. Это нечистая сила, лукавая, черти. Человек хуже чертей. Да такие слова произвести нельзя. Но это Златоуст говорит. Демон не обладает страстью блуда. У него нету. Не обладает страстью жена живых. Почему? Он знает где может тут клад залить, который они видят это все. У них другое. Страсть отомстить Богу, что оттуда пали. А отомстить только тем, чтобы кого-то похитить из руки Господней. Утащить в ад. Все. И далее святитель продолжает. Итак, умоляю вас, не оставайтесь зверями. Ежели и раб не входит в дом Отца, то как можешь вступить в дверь его ты, будучи зверем? И что говорю звере? Такой человек хуже всякого зверя. Зверь хотя по природе дик, однако часто посредством человеческого искусства делается кротким. А ты изменяешь природное им зверство, в несвойственную их природе кротость. А свою природную кротость изменяешь в неестественное тебе зверство. Дикого по природе делаешь смиренным, а себя кроткого по природе против природы делаешь диким. А льва укращаешь и делаешь ручным. А своему телу попускаешь быть неукротимы льва. В отношении к укращению зверей два затруднения, препятствующие их укращению. Во-первых, то, что зверь лишен разума. Во-вторых, то, что зверство в нем есть природное свойство. Несмотря на это, по избытку данной тебе от Бога мудрости, ты преодолеваешь их природу. Как же ты, преодолевая зверя в природу, в себе самому, по собственной воле, не сохраняешь природного добра, данного тебе от Бога? Если бы Бог заповедовал тебе сделать кротким другого человека, ты не почел бы его заповеди невозможные. Хотя и мог бы ему возразить, что ты не господин чужой воли и что он не зависит от тебя. Но теперь, когда он убеждает тебя укротить собственного твоего зверя, над которым ты полный господин, то чем можешь оправдаться, не упрощаясь своей природой? Какое можешь представить изменение, когда из льва делаешь человека, а сам из человека делаешься львом? Диких зверей доводишь до одинакового с человеком благородства, а себя самого не звергаешь с царством престола. Знай, если желаешь, что гнев есть звер и лев. Посему, возлюбленный, сколько другие усиливались над украшением львов, столько и ты с усердием старайся соделывать себя тихим и кротким. Ибо и гнев имеет страшные зубы и когти. Если не укротишь его, то он погубит все добрые дела твои. Он не только вредит телу, но еще более расстраивает здравие души, поедая, терзая, расплевая всю силу ее. Ибо каждая страсть, оставаясь в душе, немилостиво поедает нас каждый день. Лев, когда насытится, уходит, а страсти никогда не насыщаются и не отступают, доколе не отдадут пойманного ими человека дьяволу. Я говорю это не только о гневе, но и о всех других страстях. Кто какой страстью увлекается, тот от нее и погибает. Мы увлекаемся не одной какой-либо страстью, но постоянно служим многим страстям. И похищаем чужое, и обижаем, и собираем неправедное богатство, и презираем нищих и убогих, и ненавидим ближнего, и предаемся тщеславию. Желаю всех быть в славе, но для души нет никакой пользы от этой славы, ибо она тщетна. Она потому и названа тщеславием, что ничего не приносит. Ежели презришь всю суету мира, будешь драгоценнее целого мира, подобно тем святым, которых весь мир не был достоин, к евреям 2.38. Итак, чтобы тебе соделаться в достойном Царства Небесного, презирай настоящее, тогда и здесь получишь большую славу, и насладишься будущими благами по благодати человека, любив Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава в бесконечные веки. Аминь. Ну вот, такое пространное слово с литерал Заковоста здесь. Еще вопрос. Вопрос такой. За такие грехи нет, как написано, шерст и загрех. Но некое страшное ожидание огня готового пожрать противников. Вот это прочитайте лучше. Это Евреям 6-я глава. Ибо невозможно однажды просвещенных и впустивших даром Небесного. То есть просвещенные были. То есть просвещение, когда проповедь Евангелия, то есть они знали, то есть они знали путь Господний и заделывающиеся причастниками Духа Святого. То есть это речь не о причастнике, не о причастнике только, а причастниками Духа Святого. То есть он жил в Духе Святом. Он испытал свою сладость. День, два неизвестно сколько, но он понял, как хорошо быть с Богом. Как хорошо слышать голос Божий. И впустивших глаголов Божиих. Глаголов Божиих уже. Он впустил. Это люди, знающие Священное Писание. Пророческий голос слышали. И сил будущего века, и отпадших опять обновляют покаяние. То есть я отпал. Нету жертвы за грех. Для них нет ничего. Я ему еще не скажу, он все знает. Он видел, нет жертвы за грех. То есть то, что было, он поправ, он отбросил. А теперь этого нету. А теперь он может что там? Приезжать может любой шарлатан, хлеб ломать, говорить, что это при счастье. То есть у него полная... У нас была же Евгения Критриевна. И они там, от человека, по которому, у которого места в тюрьме нету. Он только смерти достоин был. И он никто. И они это знают. И это пошли жертву за грех нету. Это возненавидели то добро, которое имели. Хула на Духа Святого это не так, что... Если в Бога Матерь ругается, тут понятно, Божья Матерь. А Дух Святой, улицы, когда отвергает человек добро, явное добро, а он хулит это добро, то это и скула на Духа Святого. Он исцелил Господь. Нет, это так нет, Бесовский верзилул. Он исцеляет Духом Святым Христос. А ему приписывают Бесовскую силу. Исцелен. Человек, хорошо или хорошо? Хорошо. А за что ты меня поносишь? Когда Христа ударили. Если я сказал, хорошо, за что ты бьешь меня? И для таких людей нет жертвы за грех. И даже, когда они снова распинают в себе, сына может и угодится ему. Как распинают? То есть делаются врагами его. Снова, означает, за нас он один раз говорит, я не отвергаюсь. А мы там, вне церкви, ничего нет. Вне церкви, нигде не обещают себе что-то. Они хорошо помогают друг другу, там начинают перечислять сектанты. Речь-то идет не об этом, идет о спасении. Помогают друг другу. А ты что думаешь, у Гитлера все были друг друга грызли, что ли? Там помогали так, что только слушать надо было. Особенно в подводнике, он их любил, Гитлер. Чем больше судов потопили, тем больше награда. Они друг за друга мертвая хватка держались. А коммунисты, ты не думаешь, что все коммунисты только стреляли друг в друга? Были, которые верили в эту идею, жили. Вот есть фильм такой коммунист. Урбанский там играет, вообще сильнейший. Как он? Он умирает, его стреляет, он уже кащается, падает опять. Он все положил на это. Речь-то идет о Духе Святом, о Духе Ле Божьем. А это все было ненавистное, сатанинское. И нет больше жертвы за грех. Они отступили, повернули назад. Они пошли в спять. И поэтому, они раз отвергли жертву, то ее никакой жертвы нет. А ты скажи так, даже трудно, тяжело, меня гонят, из церкви выгонят. Ухвачусь за избу креста, и буду волоком тащиться. Было наше тихие, епископ, как-то грозился, за три статьи у меня, это о слове, на русском языке. Говорили, любите врагов ваших, вот. И о благовестии. Три паку, которые он не принял. Он сильно разгрелся. Батюшка, значит, под запретом меня на отключение есть. У меня письмо его сохранилось, как он грозился. Я заранее сказал, я подчинюсь, я буду в коридоре стоять, с оглашенными. Но в университет он, конечно, не дерзнет, никакого отношения не имеет. В милиции я имел занятия, он не коснется. По радио я имел занятия, по телевидению он не коснется. Я остаюсь тем же самым. Но он остановился и этого не сделал. И это ему в грех не будет. В прошлом православии, где все эти статьи показаны. Вот о чем здесь речь идет. Нет жертвы за грех, потому что они ее отвергли, попрали, а покаяния больше нет. А можно покаяться. Теоретически, вот здесь, за столом, да, практически в жизни это не дается. А почему я должен каяться? Вот я хожу в тюрьму, ну, один тут был. Я могу фамилии называть, все. Суртаев, Николай, Владимир, Владимир Кытманов был. Ну, его что-то там, ну, надо было машину купили, дом надо, прихожане купили, районный центр-то. Ну, он дальше занялся маркетальничать, покупать мясо, перепродавать машину там на жену, дом там на кого-то еще. А это что, люди купили-то? Ну, они как архиерей, архиерей тогда Антоний был Васильевич. Он его вызвал, он говорит, это все мое. Доказали, что не его. Его под запрет, подали в суд. Ему около шести лет на вентили. Я его посещал в тюрьме. И следователь, который вел следствие, он меня, следователь, знает. Я говорю, вы пригласите его, я побеседую, может быть, а ему нужно отречься от этого теперь, вернуть все. Я поговорил с Антонием, с епископом. И там сказали, пусть вернем, вернем все. И мы снимем обвинение. Он не отдает, крепко взялся. Ну, следователь, это все написали в книге. У меня это в книгах есть даже. И районная газета напечатала про это. Я ему стал говорить, он соглашается. Следователь теперь напишет статью в районку, Кытмановскую. Преповедник, там Игнатий Лапкин, ему говорил, он соглашался. Ну, вот он только шагнул за порог, он сказал, Владимир, ну, как я отдам, когда я там, вот так, говорят, у советских. Если уже схватил, с зубами только отрывать надо. Ну, уже доказали, приехал, ничего не было. Люди собирали деньги, у всех расписки есть, что собрали-то где-то. Ну, и потом он, я ходил по порогу края, с тестра его ко мне на занятия ходил. Ну, что только мог, я хадатайс, он писал за него, и его освободили. Он в третью часть строка сидел или нет. Игнатий, прошло время, он стал к нам ходить на богослужения. Тогда я его спрашиваю, Игорь Демонов, вы всех людей говорили против нас, что Игнатий не признает Божью Матерь. Вы говорили, да, говорил. Ну, говорил, что икон у них нету. А теперь сам ходишь, молишься, видишь, говорил, а зачем ты говорил? А чтоб к ним не ходили. Да какой же ты после этого? Ну, а ты знал, что у них иконы? Конечно, знал. И знал, что у них православные, что литургий у них, священник отец Аким, конечно, знал. А говорил, что ничего нет. Говорил, что были и не ходили. Понимаешь, эта ложь проникла в все, абсолютно. Он организовал какую-то, когда освободился, какая-то компания, называется «Красный дракон». Название, он там кует, пищи у него, решетки там на разные отношения, все, он мастер. Я там работал немного. Да. Вот теперь священником не стал, ушел. Я к чему это все рассказываю? Падше однажды, у вас брата практически бывает нету. Вот это говорил, вот это делал. Он даже пытался мне по лагерю помочь, ну, железные катки там сделать. Я даже не пошел и не стал просить. Мне неудобно и неприятно. И нет жертвы. Нет жертвы. И поэтому вторичный вернуется назад, он даже не пытается. Я думаю, что попадает в этот стих. Играть с этим нельзя. Бог дал веру небольшую, ее все время должен ты взращивать и увеличивать. А не так, что, ну ладно, сейчас некогда, выйду замуж, тогда уже буду. Дети пошли, ну, подожди, последнего сына выращу, женю тогда буду. Ничего не будет. Ныне, когда услышите голос Божий, я заши сосиски, сердец ваших. Ныне, завтра нам не принадлежит, вчера же уже ушло. Тебе принадлежит миг, только миг. Песня поется такая. Слышали? Вот ответ. Это вопрос очень хороший. Но его быстро забывают. Как только ответил, и выходит, опять спрашивает. Дополнительный вопрос. Дополнительный вопрос. Да. Отец Геннадий Фаст объясняет, что значит улана Духа Святого. Человек имел в себе благодать Божию, вкусил Слово Божие и отверг. Человек сам из себя выбросил источник жизни. Следовательно, нет Святого Духа. И дальше нет покаяния. Только Дух Святой может побудить покаяние. Ну, это то же самое, что я говорил. Если он все имел, все отверг, ушел. Отец Геннадий, он счетка ясно выразил. Вопрос еще, Валентинович, покруче. Я хочу... Ну, давай, подкрыть. Человек раньше в детстве крестился. Давай, подкрыть. Нет, я не знаю. А ты, Аня, что я не беру аппарат, мне он не нужен. Человек в детстве крестился. Да. Потом в возрасте принял срадиентное погружение. После крещения человек начинает... Фамилию не буду называть, имена. Его начинают одолевать болезни, одна за другой. И потом он говорит, что здесь обманули, поехал туда, и там меня обманули. Это будет... А чем обманули-то? Ну, то, что болеет. Да, кто болеет. Он болеет, а его обманули. А может быть, ты обманул сам себя, что ты крестился и не раскаялся в грехах. Я тебе это обвинение не ставлю. Я ему это скажу, садись. Ну, и как помочь? Никак. Помочь нельзя. Ему нельзя помочь. Ну, наверное, не было. Потому что он прежний, который был лукавый, таким лукавым и остался. Батюшка-то проверять его не может. Он только по словам батюшки говорит. Двери что-то, двери... Как ем, вот где бы, чтобы не было. Нет, ну, значит, стой, а не раскаялся в грехах. Валентина, один раз услышал ответ. Это все. Можно, есть такая загадка, говорит. Два раза родился, ни разу не крестился. Два раза родился. Вот, догадайся, кто это? Два раза родился, а ни разу не крестился. Я говорю, я знаю кто. Я могу по-другому задать. Два раза крестился, и ни разу не родился. Первый, это петух, а второй, это человек, который потерял веру. По грешному, по тюремному стал петухом. Так называют людей, которые опустились из папы в маму. Вот и весь ответ. Все. Пошли. Комментарии. Пятый век христианства, центр православия, Константинополь. Самый знаменитый проповедник за всю историю христианства. Сколько сетывания в словах архипастыря о позорном состоянии его прихожан. С момента объявления христианства государственной религии, номинальные христиане заполнили церковь, превратив ее в зверинец, как говорит святитель. Я не вижу. Номинальное, вы знаете, что слово номинальное? Новое имя, то есть по названию. Я христианин. Ну христианин, пожалуйста, министром поставить. Иначе тебя в Совет Федерации не пустят. Я вчера большую статью прочитал про Совет Федерации. Как туда? Вот любыми путями нужно, вот жена у собчака осталась, там на русской, как провести? Это надо от кого-то, нашли Бурятию, и Бурятию за нее как бы проголосовали, теперь на Совете Федерации. Они за что не отвечают, только лоббируют интересы. Совет Федерации, это не дума. Но это очень престижно, у них судебная неприкосновенность. Но когда если вышестоящий там прокурор, там президент подпишет, что-то полетит, и вот, дудка какой был, в Тульской области губернатор, посадили, кажется, 9 лет полетили. Да? Это не игрушка. Так что, если уже не угодил, то не поможет и это. Тувинцы могут собрать ее в Тулу, кажется, и в Бурятию там где. Они могут собрать снова свой Хурал, и две трети проголосуют, это на русскую, это убрать, и уберут ее, и все. Так сколько платят, говорят, до 5 миллионов долларов, чтобы получить это звание. А оклад маленький, 16 тысяч всего только. А он миллионы долларов платит, чтобы иметь эту должность, звание. Это я еще раз, в аргументах, ну да, факт, аж посчитал. Вот и все. Как говорит свидетель, я не вижу людей, а вижу стадо лошадей и свиней. Вот батюшка вышел бы нам, начал бы нас крестить на лево, на право. Я не вижу в храме грилет, а они лошадь на спине стоят тут. Тут бы его провозгласили кем? А датаус это и говорил. Представьте, цариса Евдоксия, а он иран. И она там, давай в одной, давай феагностно, отобрал виноградня. И он поднялся на нее. И когда его вернули, он снова стал говорить про, опять бестуристы и радиада, головой Иоанна воющих. А эти шпионы-то прибежали, он опять вас поносил. Он вас и радиадой назвал. Ну она к царю тогда, я умру. Врата не безвольный был уж, ну и опять его арестовал. А потом на 32 года в горку лежал, и вдруг все время дергался, и крышка сползала. А уже следующий, Теоносий младший, теперь письмо напишет, прости, грех моей бабки-пробабки, и с этим письмом златоузы, что больше перенести, не могут с места сбил их. Прошу прощения за нее. Вот тогда в руки его мертвому вложили, и гробница поверила. Это же сделал сам Алексей Михайлович. Написал Филиппу Колочеву, митропониту, прости, неумеренные люди с моего деда Ивана Грозного. И точно так же гроб взглянулся. У меня снотенец такая, просить прощения у него. Уже тогда, первоапостольский опыт обращения ко Христу, рождения свыше, истинный вход в церковь, через духовное перерождение во Христе, были неизвестны, и забыты почти всеми. Вы слышите какие-то грозные слова? А то кто понимает, они меня этого никогда не простят. Это мои комментарии. Остались механические действия крещения и причащения. Правда, тогда это крещение совершалось по канонам, полным троекратным погружением человека в воду, а причастие мирянам подавалось раздельно в руку. Тело Христово в виде хлеба уносили домой. Самое трагическое, погибельное, смертельная ошибка была допущена при императоре Константине. Это неправильный ход в церковь через механическое действие, через крещение. Крещение, согласно Библии, должно быть завершающим действием, актом после истинного покаяния и на учение в течение не менее трех лет. Получение дара Духа Святого также было заменено в видимом действием миропомазания. А это далеко не одно и то же. Деяние 2.38. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Святые Отцы все до единого признавали институт оглашенных и выделяли их в особый класс. Иоанн Затауст, составленный им литургией, вводит специально время, когда оглашенные могут присутствовать, после чего они выводятся. Оглашенные из Идите произносятся трижды, громко, во всеуслышание. Согласно изъяснений святых мужей, таких как Симеон Солунский, дьякон обязан в это время тщательно проверить, нет ли в храме посторонних людей. Остаются только верные, допущенные до причастия. Вот это абсолютно невыполнение в одном храме. Дьявол этим не занимается, он никого не знает. Дьявол это помощь, я в Галтарею. Что это мне еще надо? Я прокричал, у него голосиши такой, что еще надо? Нам вот это делать. Ну это когда-то было, и вот так начинаем говорить, да где-то на православие-то? В православие начнется, хотя бы со времен, со второго века, как оно утверждалось. Но не понимают, что делал совершенно этого. Вот надо это механически сделать. И вот как? Ну, к примеру, я уже говорил не однократно. Человек-царь. Для мирского человека вход в алтарь закрыт. Это 44, кажется, правило ладитейский саббот. Но церковь, кому он приняла, что царского достоинства человек-царь может заходить в алтарь. Будучи мирянином. Я могу, я щтец. Я только положен, все как положено. Но это минимальное звание, как я знаю, который, панамар-то, он выше меня или ниже щтеца. Даже я по сей день не знаю. Но у меня вход в алтарь открыт, но я стараюсь почти не заходить. Редко-редко, когда фотографируют или записать. Но если нельзя заходить было, зачем царю заходить? Сделали. Сделали. Мы приняли это. И царь заходит в алтарь. Ну а тут уже заговорщики. А когда царя? Никак. У него воин такой, пятерых убьет. А воин-то, мирянин, он не может в алтарь зайти. А царь может в алтаре его и убить. Это православные все делают. И царь в это время стоит в алтаре, молит за Рождество, поется песня там седьмая, девятая. И в это время заговорщики вырываются. В алтарь начинает от них отбиваться, они ему рубят налево, направо. Все, убили. Это мы православные. Это прославляется. Я говорю, что те святые. Это как нам? Это аукница где-то? Так я разве все рассказываю вам, что в житиях написано? Ну а как тогда будет? Надо смотреть в Библию. Все библейское сравнивать. Я принимаю все, что не противоречит Библии. Не противоречит. У нас посты ни один не подтверждается священным писанием. Ни один. Канонами подтверждается только один пост. Апостольский правил в 69-м. Великий пост и дает пятница. Все остальные можете не исполнять. Ни один пост. Это я говорю тем, которые приходят вне православия, допустим, а не католики. Но я православный. И поэтому все каноны, все правила, все святы, все посты я тщательно смотрю. Можно масло или нельзя. Меня за это упрекают. Но вы говорите не евангельское. Не евангельское, но не во вред мне. Никак во вред это не может быть. Мясо есть, это вредно. Бляшки разные на почках всякая заводится щепуха. Мясное истреби. И ты увидишь, у тебя другое здоровье будет даже. Но я православный. Значит, я принял все православное. Иначе не называется православным. Говорит, трехкратное погружение. А троекратное погружение в Библии ни слова нет. Погружение можно доказать, а троекратное нельзя. Но церковь приняла 50-е правило. Апостольское правило. Я ее принимаю, потому что я православный. Но настаивать непосредственно кому-то я могу только через правило. А мы не православные католики. Ну, насчет себя и спроса нет. Хотя апостольское правило касается и их. Я когда беседовал с баптистами, они говорят, ну а можно мы православные будем, но чтобы ризы не надевать. Ризы не спасает. Еще особенно в этом нет. А можно так, чтобы мы каноны Богородицы не читали? Можно. Это я говорю свое личное мнение. Почему? Потому что Библии про это не где-то. Но вы не хулите. Вы ее не поносите. А можно, чтобы у нас икон не было? Можно. Это я говорю свое мнение. Но не называйте их ридовами. Вы примите рукоположение. Вот главное, что нам нужно. Рукоположение. И не бредьтесь. Я два пункта только ставлю. Больше ничего. Все остальное даже не второстепенно дальше идет. У меня вопрос поступил. Почему сказал я, что батюшке, что мне лучше умереть. Вперед батюшке. Батюшка может сделать легче, чем проповедника благовестника. Да, это правильно. Легче. Но дело в том, что благовестник уйдет, я написал книги. Я остаюсь в книге. Батюшки нет сегодня. Следующее уже с богослужением расстановились. В итоге нет. Меня нету. Вот здесь у вас ничего не меняется. Вы беретесь, собираетесь, читаете. Вот она книга, открыта. Я вот почему говорю. Я остаюсь здесь. Но я ничего вам сказать не могу, кроме сказанного. 38 книг написано. Как они сегодня пишут, а он преподаватель Красноярского университета и академии. И ведет еще занятие при епархии. Я говорю, сейчас только открытым окном считаю. Я не могу поверить, что все, что здесь написано, дано одному человеку. Это невозможно. Я говорю, я первый, кто сказал, что это невозможно. Я сам читаю, как первый раз это вижу. Я просто как будто бы сидел рукой, водил и все. Это нельзя знать. Это невозможно. Коран 1300 лет. 1300. Священная книга мусульман. Я все разбираю по главам и стихам. У них это сура и аяты. И все это в сравнении с Библией, с каким местом в Библии взято. Ты понимаешь, что это такое? Каждый их стих сравнит с каком местом Библии. Дальше Жития святых. 7-8 том. Это 1173 Жития. Это 12 томов. Я беру по отдельным моментам, ну, допустим, о посте, говорить там, о подвиге. И как это с Библией сравнить и где противоречит, какое место Библии. Сколько там по поворотам где-то. Это невозможно. А были такие книги? Не были. А как вы знали? Понятия не имею. Я знал, что это надо знать людям. А как будет, не знаю. Я все считал, я умру и кто-то это сделает. Пришлось, могу делать. Я не знаю. Вот даже сейчас поют они, как поют это, про, на костре там, в этом отдаленном этом месте хорошо. Воздух чисто, отдашает пение птиц. Наш костер горит, как с углами горшок. Звезды искрами раскрыпались вниз. Я смотрю, как оно слажено, складно, а только оно подошло, я как будто вообще никакого отношения к этому не имею. Или это даже последний, как там, лунный свет. А облака прольют слезу на твой костер. Понимаешь, что там сказано? У тебя костер, какой разгорается, и облака, благодать Божия, это потушит все. Лунный свет разградит волосы морщины. Это невозможно. Это означает, когда ты находишься в полудне при ночной молитве, у тебя от скорби все сморчилось здесь, и Бог разгладит. И волосы твои, волосы морщины твои силы сделать юными на молитве. Я теперь только дохожу до глубинного смысла. Лунный свет разгладит волосы морщины. А как понимать? А дальше и говорит. Вызывает на простор. Теплый ветер вызывает на простор церковь Божию, корабль среди мужчин. Это один куплет только. Дети, которые поют. Я сам сейчас начинаю влекать в каждую строчку, и другой страх берет. Это невозможно. Ко мне никакого отношения совершенно не имеет. я не поэт, я этого не знаю даже, как это. Я, как раз, если я его прочитал, куплет, самому старейшему поэту Алтайского края, Маркову Леонтьевичу, Юдалевичу, вот так сидеть, вот так у меня. Это ваше себе творение. Так надо немедленно печатать. я бы мог сказать, оно не мое. Это Бог сделал. Поэтому я остаюсь с вами. Остаюсь в книгах, в стихах, проповедях, в роликах. А Литургии нельзя в этом показать. Она написана, но должен быть священник живой, ухоположенный. Вот почему мой отход почти незаметно пройдет. Батюшка, тридеет. Остаются только верные, допущенные до причастия. После этого еще дважды будет возглас двери, двери, и преддверник снова обязан проверить. Послышите? А то двери, двери, люди понимают двери, двери, там это что опять там батюшка родит. Двери означает я кондошку пройди и посмотреть, двери на защиту закрыты или нет. Ну где это делается? У нас это только делается. В Минусинске. Что ты говоришь? В Минусинске. В Минусинске. У них такая большая дверь, и так вот что уходит, двигает, а вот отсюда стекло. А то, которые там стоят и говорят, ух, закрылись все. А такая дверь, как в купе. В купе. Если это есть, надо знать, кого вывезти. Да, речь идет. Должны быть оглашенные, которые оглашаются от 3 до 5 лет. Оглашенные. Отлученные за грех. Священники, допустим, предусынки, а священник исповедует или нет? Допустим, ты пришла на Испу. А тут моя мама была, пришла, причастилась. Батюшка исповедовал, как хорошо. Я говорю, а что он спрашивал? Не ела ли жаравля? Я говорю, ну ты поймай его сначала, жаравля. Не ела ли жаравля? Он поднимается. Я говорю, а батюшка тебя не спросил, ты он твой спутник не сбивал? Может быть, он бы скрещет и шпалы не грызла? А осенки, батюшка, ты не спросил, благорестуешь тебя о Христе? Несешь ли евангельский свет людям? Этот-то вопрос главный, который Бог спросит. А вот это и надо спрашивать-то? Накормил, напоил, это уже за этим пойдет. Первое одно. Ты обратился, ты верующий. Кому сказать? Кого обратить? Кому? Главную весть на Христе сказать. Батюшка сейчас начнет исповедовать. Кого исповедует? Ты главный вопрос наисковый тебе задай. Я слышал, один батюшка в какое-то место приехал, а там еще батюшка, это, ну, у него идет там 150 человек наисковый. Помоги мне, их надо исповедовать-то. А этот новый батюшка-то вышел и говорит, кто не соблюдал пост в среду пятницу, можете не стоять, я не буду исповедовать-то. Ну, 90-го человека-то уже ушло. Дальше бритые, которые бритые, бритых я не исповедую, пока борода не отрастет. А дальше, ну, это 10 человек, давайте исповедовать. Если бы вот так только исповедовали, и уже бы люди как-то насторожили, чего-то ищут. А так еще момент. У нас одна девочка сегодня, Василиса приехала, которая, и здесь выбился волос у нее из-под второго платка, ну, необычный. Ее облепили, они уже сестры со всех сторон, каждую волосинку подправляют, натягивают, она стоит, какая надо уже. Это все в нас. Если у нас это принято, и все понимают, по-другому оно не может быть. двери, двери, и предверник снова обязан проверить, хорошо ли заперты двери, нет ли кого из посторонних, отлученных за грех. Звук этот остался и сегодня. Великий святитель Иоанн о подобном сегодняшнем действии говорит, что это всего лишь звук, вводящий других заблуждений, ничего не значащий. Если бы сегодня была поставлена задача соответствовать тому, что написано в Новом Завете, тому, как это истолковали святые мужи, и чтобы непременно это было выполнено, а не просто сотрясали воздух диаконским языком, и добавлено, что литургию нельзя совершать без выполнения этих слов. Положая руку на сердце перед Богом, мы должны признать, что бескромная жертва сегодня же прекратится почти повсеместно. В 999 храмах из тысячи быть может. 1 Коринфян 9, 26 И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Как в проповедях Иоанна Затауста, так и в толковании блаженного Фефилакта очень зримо представлено, что крещение уже тогда стояло не на своем месте, что его совершали над посторонними людьми. И в их словах очень ясно видно, что они ничего с этим поделать не могли уже тогда. и горько об этом сетовали. А выход был, как и сегодня, развести полную перерегистрацию церкви. Все начать с нуля. Непрерывная проповедь, научение, постоянное всюду. И начать запускать в храм только после искреннего обращения ко Христу. Второй Тимофей 4.2 Проповедуя Слово настоит во время и не во время, обличая, запрещая, влечевая со всяким долготерпением и назиданием. Далее закончится. Дня три назад мне звонит один человек. Ну, я протестант называют какие-то сейчас Новая жизнь, там апостольская церковь, но даже не баптисты. Я был наркоманом, вот уже 7 лет, как теперь это не употребляют. Я в интернете наткнулся на ваш материал, там ролики, которые... Я от сетантов сразу ушел. Сейчас сижу дома, и как крещение готовится. Разрешите приехать к крещению принять? А это не рядом. Ну, я поговорил или не знаю, я такой вопрос не решаю, я к батюшке схожу, вот. Я вас не знаю, но вы вернитесь назад, где вы были, там, в какой, сетке, церковь ее не называйте, там называются пасторы, там и и расскажите о том, что вы мне звонили, не скрывайте ничего, и дайте мне возможность переговорить, что вы были рядом, ваш голос я уже знаю. Я просто прошу хотя бы кто вы, он может кого-нибудь товарища подставить, теоретически, но мы можем по скайпу поговорить, я говорю, отложить пока надо, поставь он с батюшкой и видимо так будет. Вчера звонят еще двое, я вот приехать одному разрешили, он с семьей, с женой, я приеду, а может тут еще один человек, у него там вот такая болезнь, нельзя, мы не знакомы совершенно, у меня столько запросов на крещение, я не знаю, тут пруд не вместил вас, если я дал положительный, я говорю, ищите там, ищите там, далеко ехать, до Финляндии, представь себе, Эстония, но один поехал на Афон, и все монахам рассказал, и дальше чудо было, монахи всем, говорит, своим скитом вышли в горе его повозили, и такой праздник, говорит, там настроили, как будто я среди них один из них, а другой, говорит, я долго искал священника, просят денег, ну хороший священник, правильно буду креститься, но только деньги заранее дай, я сказал, беги, как от любого волка, и он, говорит, я нашел, который ничего батюшка не просит, ничего нет, ну покрестились, ну а теперь ему, ты десяти на две отдай, по крайней мере, раз он тебя крестил, но ты за него и держись теперь, ты десятину теперь плати, но десятина никак не связана с окрещением, понимаешь как, и вот теперь второй уже, который собирался ехать, утепку от меня получил, один отпал, второй, третий, они ищут на месте где-то, ну и вот, люди-то друг другу эту радостную весть передают, и я крещение получил, рождение свыше, такая у меня радость, порадуйтесь, смотря, друг на друга соединяются, теперь они пишут, да где же мне-то найти, да неужели нет, один с калининграда, а там надо проезжать через Литву, сюда, на крещение, так что у нас будут люди не совсем рядом, которые живут, вполне могут быть. Игнатий Иванович, Игнатий Иванович, можно где-то посмотреть, чтобы узнать дату рождения, ну или памяти святого, есть у нас такие сражения? Какой, твоего святого? Нет, не моего, мне что-то хочется узнать биографию Спиридона Триумфонского. Можно, конечно. Где и как? В календаре, есть календарь? Там ветер загребаешь, и находит же все. Люба, календарь, любой календарь, в конце календаря, именно это, на какой, какой щеку содержится. ну, надо знать за пьян. Если просто, календарь, то перед нас, то нормально, то больше. Пожалуйста, вся эта шторма. Если книги нет, зайди на наш сайт, и так мы им голосом насчитаны пишите. Ну, ты его найдешь? Только узнай, в какой месяц. В каком месяц? Бывайте. Звонила сестра Ольга, поклон всем передавал, Зарьялову. И радостно идет, я тут занятия иду. А кто, говорю, ведет занятия? Да я иду. То есть там человек пять, шесть, восемь так собираются, батюшка говорит, не против. По блаженному эфилакту, по пособию третий ком от Евангелия от Марка. То есть там, где воскресную школу ведут, она там потихоньку... Третий ком открытым боком. А батюшка не ведет, что-то заняты все время. Вот так. Помоги ей, Господи. Вот пишет еще записку одна, с душами. После крещения у меня было сильное вдохновение писать стихи, короткие. Раньше их я не писала, сейчас этого нет. какой грех вошел в меня? Понимаете, ну кто может ответить на такой вопрос? Какой грех? А может не грех, просто Господь знает, что тебе не надо это делать, и не пишешь. Я тоже не пишу стихи, я не пишу. Я в один день отрезал, у меня написано 3467 стихотворений по 9 куплетов. Это поэм, можно сказать. И черновики сохранились, и главное, ни одной поварки нигде нет, а прямо на счастую все писано. Это вообще не бывает так. Поэтому я к стихам отношусь очень осторожно. Ну, покажите, какие они короткие, мы можем посчитать их вслух, узнать, стихи это или не стихи. Одна монахиня католическая, видимо, после крещения стала писать стихи. Но они были необычные такие стихи, люди их не понимают, что она там в городе-то где-то. Но попала в руку, видимо, по-хорошему кардиналу, надо сказать, митрополиту. Доложили папе. Было исследование, стали ее допрашивать. Как ты стихи не берешь, откуда? Она говорит, я не могу ответить. Мне как открывается, я пишу и все. Я не могу передать это. Но я посмотрел ее стихи, может быть, перевод, она из итальянского языка, может быть, перевод не совсем точный. Я ничего там не нашел. Они не могли в стихотворной форме передать. Оно в просьбе. Вот мы читаем, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, поможешь, да щедрот Твоих. Там есть стихотворение. Но специалисты говорят, в оригинале это так. Я когда пишу это, я пишу так, Господи, мой Господи, покрытие весь коростами, от пятой до макушки живого места нет. То есть оно, видишь, как слушается, Господи, мой Господи, покрытие весь коростами. И теперь, как Давидца грешил, мину заложил сознательно в постель. И теперь сыновьям моим не царствовать, а быть у свиных корыт. Что я сделал? Но мне дорого это в стихотворной корне все, его можно петь даже. А теперь бы мог написать, не могу. Отошел, засохло, корень наружен, все отошло. Составил четыре тома стихов своих, четыре тома, сверхстал по 800 страниц, четыре тома. Каждая страница заполнена отверху до дезин, ни одной строчки пустой нет. На каждом стихотворении эпиграф не стечено описание. И в каждой книге 160 страниц цветных фотографий. Пошел в эту типографию, договорился и узнать сколько это стоит. Сегодня это примерно два миллиона. Два миллиона по тысяче экземпляров. Ясно, что все засохло, но я их выставил в интернете. Все, в законченном виде. Дал объявление, кто хочет, может издать. Стихи 800 страниц, вот которая книга вот этого 750. Каждая строчка заполнена. Ни одной пусской строчки нет. Всему свое время. я хотел сказать относительно книг, ты говоришь. Переиздать больше книги при теперешних ценах это будет просто невозможно. То есть новое издание, оно невозможно будет. Переиздать. В библиотеках сегодня, то есть таким, как раньше, библиотеки не пользуются спросом. Люди почти не ходят. Мало. Это сами говорят библиотекарь, что намного понизилось, потому что интернет отнял много посетителей от библиотек. Не учили нам эти книги, которые остались, просто их привезти сюда тебя не будет. Кто-то люди знают, будет, что просто пересылать кому-то и это на несколько лет будет даже. а так больше если даже удастся им распредести по библиотекам, они просто могут там заряжаться и все. А издать больше никто не издаст. Тебя не будет, никто ни одной книги не переиздадут. А ехать сегодня в ту поездку, которая, контингент, который ты, это им очень трудно будет. У меня около на линии Новый Зарев второе издание со святыми выходами. Кто-то принесил сегодня в этих влуд-вездных. У кого? У меня? Вот это второе издание, это подарил я Путину, Ингенеру, Патриарху. 850 страниц и 80 раскрашенных гюставо-даре иллюстраций. Вот это наше издание, которые до этого были, по 8 параметрам лучше самого хорошего. Лучше этого нельзя издать. Можно издать только больше форматом, крупнее в руку, а больше не издать. А почему вы так думаете? Почему? Потому что так, как говорю. В первую очередь, разбитая называется перекомпоновка. Вот так вот, чтобы с каждой строчки, где начинается Матфея, следующее по стихам, а который там перекопа Аммония называется. И вот так легко искать сразу Матфея, там не найдешь где какое на славянском, все переведено на русский. Все абсолютно на русском языке. Это чего-то стоило. Я долго занимался это перекомпоновкой. Второе. Нигде больше никто никогда этого не делал, что сделал я? Отдельные слова, вот, сейчас покажу, атакой тон. Ну вот оно. Видите как? Жирный называется крупным текстом. Я желаю, чтобы всякий христианин был полезен и силен назидать и сами миряне и впереди. Нигде никогда ничего не выделялось. Здесь Жирным священное писание. Жирным выделены отдельные места. Это второй уже пункт, если не третий. Дальше. Даются комментарии на эти места. Это 297 комментариев. Это тоже никогда не было из... Филак это уже 900 лет. Он в 18 столетии жил. За 900 лет этого никто не делал. Дальше. Иллюстрации никогда с ними не были изданы. Я беру только то, что есть. Дальше. С закладочками. А закладки не просто так, а под свет российского флага. Ну, белого не было. Желто, синего, красного. Я влюблен в российский флаг. Такого флага не было и не будет никогда. Это единственный вненациональный, внерелигиозный, вневременный. Это вся жизнь. Красная полоса. Что означает? Весь мир рождается в крови. Мы родились, она внизу полоса. Весь мир утопает в крови войны. И человек с этим умирает. Понятно? Вот это красная полоса. Вторая. В синее ты должен задуматься о небе. Павел повышения о горьем и в земле. Еще выше. А для кого это? А задуматься о небе. А мы для мусульман, христиан, для всех, для всех, для всех. К небу призывает Господь. Небеса проповедут славу Божию. Небеса. Синие небеса. И третья полоса белая. Белой ни уковной религии нигде нету. Но мы верим, что она будет. Это Откровение 20 глава. И увидела великий белый престол. Родился живи, думая о Боге и будет суд Божий. Если, конечно, там этих каракатин сглуглавых не будет. Там курица какая-то выдранная стоит. Прилитуды. Вот. Вот этот флаг российский висел. Он в первом веке нужно было говорить о небе и о суде Божьем. Во втором, в третьем вне временной. Он вненациональный. Он размышления о небе и престол Божий. И вне религиозное. Любая религия, в конечном счете, верит в суд Божий. Все. Как можно ловить? А почему России не знаю. Это непрерывная прохождь идет. Я когда это опубликовал, в интернете растащили мое объяснение. Ну, знаете, это французский, правда, он наоборот был. Это одно и то же наоборот. Это я двое тоже. Здесь равно, в разной все три полосы равные. Хотя можно было неравные. Вот. Так он два раза длиннее этот флаг. Российский флаг это непрерывная проповедь, трепыхание даже на ветру. Мы в воскресенье, каждое воскресенье увешиваем российский флаг. Я слышал, батюшка где-то ездил, там, Иван, что же Игнатью подарить? Ну, это есть, это есть. А вот зашли, это российский флаг убить, примет, батюшка говорит, наверное, примет. И мы его припели, так батюшка была тогда. И он у нас там, прямо в собрании, так, наискосов посоветовали сделать шли. Видно было. Я говорю, что ветер всем разъясняет. Я люблю его. Это проповедь. Библейский флаг. Все. Библейский Библейский Благодарим Тебя, Господи, за эту возможность собираться и слышать слова Твои, святые, вечные. Слава Тебе за тихое мирное время, за все Твои благодеяния. Посети, Господи, спаси и помилуй болящих рабов Твоих, скорбящих, гонимых за веру, томящихся в узах за Слово Твое, милующих, питающих нас, подающих нам милостыню. И пролей милость Твою на детей наших, даром страха Твоего веры и послушания. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец и Святой Дух. Аминь. Тебе за все хвала, слава, слава, слава. Это любая ручка ваша, хвала.